Здесь, на территории Больших Везем, находится множество исторических памятников времен Смутного Времени. Один из самых бесценных – это Преображенская церковь. На территории Конного двора Музея-Заповедника раньше стоял дворец Бориса Годунова. И, соответственно, храм, который вы видите, здесь Преображенский храм, он тоже был построен для Бориса Годунова, как домовая церковь. В начале 17-го столетия поселок страдал от нашествия войск Лжедмитрия I, Лжедмитрия II и польского королевича Владислава, чьи войска, не сумев взять Можайск, остановились в Веземах на три месяца. Историю этого периода по крупицам восстанавливают и берегут сотрудники Пушкинского музея. Они же и организовали военно-исторический праздник. Сегодняшний праздник проходит в рамках Ночи искусств, посвящен освобождению Руси от Великой Смуты. Праздник собрал в Больших Веземах около десяти исторических клубов из Москвы и Подмосковья. Это первое событие, на котором собралось множество клубов из одного такого микрорегиона. То есть запад Подмосковья, Одинцовский район и его окрестности, Рафоминский. Собственно, мы все друзья, все давно друг с другом знакомы, но у нас не было никогда такой встречи на одной площадке. И это очень хороший формат, я надеюсь, он закрепится. На это же надеется и руководство музея, которое планирует сделать праздник традиционным. Я думаю, что этот праздник у нас будет теперь ежегодный. И вот такая реконструкция у нас будет проходить именно здесь, вот на этом поле, в этом историческом месте, напротив исторического храма, который помнит все эти события. И мы с вами будем живыми участниками этих баталий. Несмотря на холодную погоду, ветер и снег, посмотреть на средневековых воинов и их баталии пришли несколько сотен местных жителей и руководства поселения. Я не согласен, во-первых, что сегодня плохая погода, погода замечательная, как мы всегда говорим, главное, чтобы не было дождя. Приветствую всех жителей и гостей городского поселения Большие Веземы. Очень приятно сегодня всех видеть. Реконструкторы очень долго и тщательно готовились к празднику. Чтобы собрать комплект из доспехов, кольчуги и меча требуется порой около двух лет. На мне сейчас вооружение пятенера московского стрелецкого полка, 17 век. Сегодня мне придется участвовать как раз в оборону в лагере, держать от нападения. Моя задача будет. Освобождение Москвы от иностранных захватчиков задача не из простых. Ну что, князь, как действовать будем? Послушай сюда, Кузьма Захарович. Наше лучшее слово – это дело. Поэтому, ерошка, ну-ка давай, коня мне. Ополчение готово, Кузьма Захарович? Готово, князь. Добрый конь у тебя. И бой начался. Особенно не поддерживайте, конечно, ополченцы. Ополченцы во главе с Мининым и Пожарским долго боролись. И, конечно же, отстояли Русь. В программу праздника также вошли показательные выступления на лошадях, конкурс исторических костюмов, экскурсии по музею и другие сюрпризы, которые надолго запомнятся гостям. Мне тут понравилась вот эта вот прадедушка колеса обозрения. И очень здорово эта постановка была. Гости, побывавшие на празднике, также выразили надежду на то, что он станет ежегодным. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.